В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город». В студии Галина Давыдова. Здравствуйте. Беспрецедентная сумма направлена в текущем году на ремонт дорог и благоустройство общественных и дворовых территорий в Выборг. Связано это с юбилеем города, которым исполнилось 730 лет. Основной объем завершен ко дню празднования, но часть ведется до сих пор. Степень готовности объектов, а также качество выполнения ремонта проконтролировал глава администрации Выборгского района. Накануне Валерий Савинов вызвал на ковер подрядчика, работы которого вызывают нарекания. Он справедливо заметил, что несмотря на существующие трудности, компания должна выполнять взятые на себя обязательства. Из-за незавершенного ремонта в гардеробе гимназии ученики вынуждены раздеваться в одном корпусе и без верхней одежды переходить в другой. А это недопустимо. Если вы несостоятельны, зачем вы тогда берете на себя ту ответственность, за которую вы не можете ответить. Сегодня в таком составе у нас, деликатном могу сказать пока еще, без привлечения определенных структур контроля надзорных, мы встречаемся крайний раз. Если мы к следующему мероприятию обозначим сейчас стройки, не будем видеть результатов, все будет по-другому для вас. Стоит отметить, что работы на других объектах выполняются либо вовсе без нареканий, либо с незначительными замечаниями. Стройка парковки на улице Парковой, например, идет ударными темпами. Объект для выборга стратегический. Рассчитанное на 134 места, парковка должна будет разгрузить ближайшие дворы и обочины от машин туристов, приезжающих полюбоваться парком Монрепо. Мы в данном проекте предусмотрели, помимо парковки, это естественный ремонт дорожного полотна, пешеходная зона, установка знаков, которые запрещают стоянки остановки по поездной дороге к парку. В порядок также приводятся все дороги, ведущие к Монрепо, чтобы машины и пешеходы могли двигаться с максимальным удобством и безопасностью. К началу зимы «Мегастрой» обещает завершить строительство. Еще один объект, который вышел на финишную прямую – улица Крепостная. Работу по перекладке исторической брусчатки Валерий Савинов контролировал лично. Все нарекания, возникшие на первых этапах подрядчик, учел. И сейчас обликом, который приобретает Крепостная, глава администрации доволен. Более того, компания по собственной инициативе выполняет ряд работ, которые сделают улицу опрятнее. Все восстанавливали полностью. Здесь сдвигали, потому что они все вот так вот стояли криво. Посетил Валерий Савинов и смотровую площадку возле площади Старой Ратуши. Ее также замостили гранитом. Работы, казалось бы, не слишком заметные в общем объеме благоустройства, но достаточно важные. Практически все туристы останавливаются здесь, чтобы сделать фотографии Выборгского замка. Недочеты есть, но в скором времени будут исправлены. Заодно глава администрации обсудил со специалистами перечень работ по благоустройству этого места на ближайшую перспективу. В целом, благоприятное впечатление оставил ремонт лестниц на Сухово. Их там четыре. Три во дворах и одна у музыкальной школы. Существенных нареканий к качеству здесь нет. Есть замечания к неубранному строительному мусору, небольшим недоработкам и по одному из объектов к срокам выполнения. Глава администрации указал на необходимость использовать специальные добавки в клей для облицовки подпорной стенки, если строители дотянут до морозов. Особое внимание Валерий Савинов уделил спортивной площадке в Гвардейском. Ранее на этом пустыре уже установили детский кородок. Потом обустроили универсальную площадку для мини-футбола и баскетбола. В этом году очередь дошла до тренажеров. С самим оборудованием глава администрации остался доволен. Правильное крепление, ручки, комфорт ощущать. Потому что бывает, что берешь, сами вот тоже ручки понимаешь, что они комфортные. Знаки здесь нужно, Дмитрий Борисович, осторожные дети. Ну им просили, мы заявку писали, они хотят, чтобы камера была. Камеру и, наверное, лежащие полицейские. Объект для города знаковый, сделан по инициативе жителей. Они сами выбирали проект, составляли техзадания, контролировали строительство. В следующем году сделают освещение и завершат благоустройство. Напоследок посетили место для мусорных контейнеров за бывшим домом торговли. В старом городе уже оборудовано несколько площадок такого типа. Здесь же деревянные конструкции заменили на более технологичные, долговечные полимерные. В следующем году вместе с благоустройством яблоньего сада на дорожке, ведущей вдоль мусорных контейнеров, установят освещение. В целом, Валерий Савинов остался удовлетворен осмотренными объектами. Надеюсь, что следующий этап у нас будет нацелен в сбалансированном подходе. Ну и акцент будет сделан на старый город, где мы будем стараться укрепить позиции исторические. Гранитные плиты в пешеходных зонах и зонах комфорта, смотровых площадок. То есть мы именно экспериментально убедились в том, что это доступно, это удобно. И есть подрядчики, которые качественно эту работу выполняют. Поэтому мы дальше будем курс держать таким образом, чтобы эта работа была масштабирована и была реализована. Елена Березовская, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Выборгский район передал бойцам СВО спецоборудование и комплектующее. Современное снаряжение предназначено для пограничников. Его приобрели на средства, собранные муниципальными служащими городских и сельских поселений и сотрудниками подведомственных учреждений. Все, кто пожелал, поддержали наших военных, перечислив часть средств из заработной платы. Эта помощь была организована от наших коллег. Мы собрали средства с фондоплаты труда. Каждый внес свою лепту в это дело и по основному списку отработали максимальную техническую часть. Поэтому сегодня мы хотели бы передать. На передовую бойцам отправят фотоловушки, тепловизионный прицел, дрон и противодронное ружье, генератор и другое необходимое оборудование. Пограничники поблагодарили лично главу районной администрации Валерия Савинова и всех, кто остался неравнодушным. Грузы с гуманитарной помощью на фронт с самого начала специальной военной операции Выборгский район отправляет регулярно. Валерий Савинов подчеркнул, что сотрудничество с военнослужащими будет продолжаться и дальше. Детская больница в Выборге приостановила госпитализацию, как плановую, так и экстренную. Связано это с капитальным ремонтом здания стационара. С 9 октября до конца месяца здесь будут вестись работы. Вся маршрутизация утверждена комитетом по здравоохранению. Все дети, которые нуждаются в экстренной госпитализации, в проведении реанимационных мероприятий, они поедут в Выборгскую межрайонную больницу. В отделении реанимации все дети, которые нуждаются просто в госпитализации, они будут направляться в Рощинскую межрайонную больницу. За неотложной врачебной помощью обращаться следует в 103 кабинет детской поликлиники. В будни с 8.30 до 15.30, в субботу с 9 утра до 2 часов дня. В остальное время в приемный покой инфекционного отделения. Одностороннее движение введено с 10 октября на двух улицах в Старом Городе. По Южному Валу теперь можно двигаться только от крепостного моста в сторону выставочного центра «Эрмитаж-Выборг», а по улице Выборгской – от Эрмитажа до Южного Вала. Данное решение было принято на Комиссии по безопасности дорожного движения в 2022 году с участием представителей ГИБДД, общественности и депутатского корпуса. В этом году данные мероприятия были реализованы. То есть с сегодняшнего дня движение открыто, знаки установлены. Специалист администрации отметила, что в Выборгский отдел ГИБДД будет направлено обращение с просьбой предусмотреть дежурство экипажей ДПС на этом участке, чтобы дисциплинировать водителей. Студенты и преподаватели Выборгского филиала РГПУ имени Герцена борются за сохранение подразделения. Решение ученого совета ВУЗа о его закрытии прозвучало для всех, как гром среди ясного неба. В начало учебного года сделан хороший набор. Аттестация пройдена успешно, выпускники востребованы. Мы готовим педагогические кадры по тем направлениям, которые необходимы нашему региону. Прежде всего, это педагогическое образование и психолого-педагогическое образование. Уже сейчас существует проблема кадрового голода. И мне кажется, что ликвидация филиала эту проблему не решит. Проблема только усугубится. Поэтому, если уже сейчас речь идет о том, что не хватает учителей русского языка, не хватает учителей начальных классов в школах города Выборга, Выборгского района. Самое главное, говорят преподаватели, решение принято без предупреждения. Еще 21 сентября, на дне открытых дверей в головном ВУЗе, Выборгский филиал презентовал свои возможности и приглашал старшеклассников на учебу. А через два дня вышел приказ. В 2018 году уже была попытка закрыть этот филиал. Теми же лицами, которые сейчас присутствуют, и тогда они имели место быть. Но благодаря бывшему директору Богданову Сергею Игоревичу, ему удалось отстоять филиал. Что происходит сегодня, на каком основании закрывается филиал, затронуло очень сильно, что в 2020 году, когда Сергей Валентинович Тарасов приезжал к нам сюда знакомиться с филиалом, он нас всех заверил, что филиал закрываться не будет. Он говорит, развивайтесь и развивайте у себя СПО, и все будет замечательно, и мы будем вам помогать. И крышу отремонтируем, и технику дадим. И вдруг через три года мы слышим вот такое. Как прокомментировали в ректорате головного ВУЗа, созданный в конце прошлого века выборский филиал, сегодня не соответствует требованиям времени. Одна из важнейших, которую ставит перед ВУЗом руководство Министерства просвещения, это повышение качества педагогического образования. Старевшая материальная база филиала этим требованиям уже отвечать не может. В связи с этим в настоящее время рассматривается вопрос поэтапной реорганизации, в ходе которой и филиал в Выборге, и филиал в Волхове постепенно будут преобразованы в представительство ВУЗа в этих же городах с функцией профориентационных центров. Педагоги и студенты намерены отстаивать свои права и подавать заявления в областную и генеральную прокуратуру. Мы боремся за то, чтобы все-таки оставить филиал. Мне представляется возможным жить и учиться в Петербурге, особенно учитывая то, что мы осознанно выбрали учиться в выборском филиале, потому что есть моменты, которые действительно не очень удобны для студентов для учебы в Петербурге и для проживания в Петербурге. Так как я нахожусь на платной форме обучения, для меня это просто несоизмеримые траты будут, так как здесь мы платим за общежитие, я получу платить 1700, там обещают то же самое, но с учетом дороги, всего остального, питания, это, конечно же, затруднит все. И также нам не предоставляются никакие документальные подтверждения того, что нам сохранят стоимость обучения. Питер я, в принципе, никогда не рассматривала, просто потому что город мне не очень по душе, и я всегда знала, что я буду учиться здесь. То есть я тоже целенаправленно поступала сюда, я знала людей, которые здесь учились, я с ними разговаривала про ВУЗ, и всегда были очень хорошие отзывы. И когда я узнала эту новость, я стала представлять свою жизнь в Питере, и мне показалось, что это будет тяжело. У преподателей очень чувствуется это желание научить именно каждого. И поскольку все друг друга знают, особо как-то полениться или получить поплашку тоже не получается. Я поступила сюда с целью работать по специальности, я уже работаю по специальности, и дальше планирую продолжать. И поэтому мне будет очень обидно, если моя мечта, я даже планирую остаться в этом городе, потому что мне очень сильно понравилось еще до поступления сюда. В РГПУ заверяют, что все обязательства перед обучающимися и преподавательским составом, который взял на себя ВУЗ, выполнят. А реорганизация будет проводиться постепенно, без упора на конкретные сроки. Всем студентам, именно всем, будет предложено добровольно принять решение о переводе на обучение в главный кампус ВУЗа в Санкт-Петербурге. Тем же, кто по разным причинам не сможет перебраться на учебу в Санкт-Петербург, предоставят возможность получить образование в Выборге. Для них будет организован учебный процесс в смешанной форме, точно, удаленно. Конечно, это потребует дополнительных усилий ВУЗа. Но, осознавая свою социальную ответственность, руководство идет на этот шаг. Еще одним шансом для таких студентов будет уже согласованная возможность перевода в Ленинградский государственный университет имени Пушкина, филиал которого работает в Выборге. Преподавательский состав и сотрудники получат предложения в соответствии с законодательством о труде. Это могут быть рабочие места во вновь создаваемом представительстве РГПУ, в системе образования Выборгского района или в местном филиале ЛГУ имени Пушкина. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». На этом все. Напомню, что следить за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг.тв в социальных сетях. А прямо сейчас репортаж об учителе физкультуры Сергея Зорине. С чего начинается его день, о чем он думает на уроках и какие нормативы сдают 11-классники? Вы узнаете прямо сейчас. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Всем здравствуйте. Я сегодня себе позволила быть в спортивном костюме, потому что героем нашего выпуска стал учитель физической культуры Сергей Андреевич Зорин. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Андреевич Зорин. Учитель физической культуры. Школа номер 10 города Выборга. Стаж 8 лет. Когда мы на съемках различных бываем, спортивных мероприятий, я заметила, что вы всегда с детьми поддерживаете их, всегда как-то мотивируете, вдохновляете, и что вы прям болеете за свою команду. Ну, это же интересно. Хочется, чтобы дети выигрывали, чтобы школа побеждала. Это ведь и оценка собственного труда, отчасти, как действующему еще спортсмену. Мне это нравится, все приносит большое удовольствие. Один год Сергей Зорин работал не по профессии, в пожарной службе. Но вовремя понял, что это не то, чего ему хочется. Сейчас, кроме урока физкультуры, Сергей Андреевич ведет тренировки по баскетболу. Кстати, его жена тоже преподает физкультуру. Но сейчас в декретном отпуске. Каким должен быть физрук? Какой образ у вас идеального физрука? Не очень люблю слово физрук. Мне кажется, это... Учитель физкультуры. Учитель физической культуры, да, или физкультуры. Физрук, мне кажется, это из прошлого. Он должен быть рядом с детьми. Должны быть какие-то добрые, теплые взаимоотношения с ними. Вовлекать их в спортивную деятельность таким образом, чтобы не отпало желание заниматься физкультурой. А вы строгий учитель физкультуры? Стараюсь, наверное, таким быть. Может быть, со стороны я выгляжу строго, но для них, на самом деле, это не так. Все по-честному. Все от их отношения. И оценивается соответственно. У меня есть вот такой мешочек специально для вас, который приоткроет очень много тайн о вас. Держите. Очень интересно. Доставайте бумажки, и на них будут вопросы. Вы должны на них ответить. На все прям? А, ну тут не так много, кажется. Восемь. О, ничего себе, такие вопросы сложные. Читайте слов. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, очнись. Открой сомкнутые мега-эвзоры. Навстречу северной. Авроры, звездой севера. И явись. Почему-то мне прям вот еще с того момента, с четвертого, мне кажется, или с третьего класса, когда мы учили это стихотворение, осталось у меня в голове. И прям иногда я это вспоминаю. Мне кажется, это немножко странно. Но так оно и есть. Какой был ваш самый любимый предмет в школе? Физкультура, разумеется, нравилась. Но это, наверное, банально, да? Потому что сейчас, работая в школе, я понимаю, что многим детям, особенно начальной школы, у кого не спроси, у всех физкультур, всем она нравится. Мне, если брать уже более старшую школу, нравилась математика, нравилась геометрия, если честно. Черчение мне очень нравилось. Вот какие-то эти предметы. Мои самые нелюбимые предметы. Ну, вот, а у меня почему-то нравились цифры, прямые линии, теоремы. Вот такие вот истории. Прям я знал, что это было сложно, нужно над этим работать, но мне это нравилось. О чем вы чаще всего думаете на уроках? Мне кажется, я думаю, почему же я так непонятно объясняю? Почему они не могут этого сделать? Хотя мне кажется, что это все так легко. Ваша любимая книга. Я бы, наверное, назвал герой нашего времени. Мне не очень нравилась литература и русский язык, будем честно. Это уже моя любимая предмета. Вот видите, у нас с вами все полярно. Потому что, как мне потом показалось, уже в студенчестве, те книги, которые я повторно читал, будущее уже на 3-4 года взрослее, гораздо интереснее оказывались, чем они были, когда их просили прочитать в школе. У меня тоже такое мнение, что как будто бы классическая литература для детей в школе, это слишком трудно как будто бы для них. Но мой преподаватель по литературоведению в университете, наоборот, говорил, что те, кто так говорят, недооценивают детей. Потому что, на самом деле, дети очень чувствительные. И даже если, может, они на уровне сознания чего-то не понимают, все равно нужные смыслы в них уже закладываются. Возможно, возможно. Расскажите, что за комната, в которой мы сейчас находимся? Это наше инвентарное. У нас здесь хранится все оборудование. Всегда рассказываем, что у нас самая богатая школа на инвентаре. Это все большое спасибо нашей администрации. Всегда идет навстречу, посмотреть на это все. А вот гимнастические шары, что на них делают? У нас такого не было. Честно, я пришел, когда в школу работают гимнастические шары. У нас, кстати, фитболы, они были здесь, валялись просто вот так. Поэтому я приспособил их вот на такие кронштейны. И мы их используем для веселых стартов у начальной школы. А вот это что такое праздничное? Это для гимнастики как-то или что? Нет, это мы в мае месяце участвуем в эстафетах школьных по городу. То есть там и школьники, и СУЗы, и взрослые, и организации участвуют. И примерно вот такими эстафетами-палочками там пользуются. У нас до этого были обычные деревянные, которые всеми узнаваемые. Мы попросили, чтобы было... Ярко, заметно. И на барабанах можно играть. Да, вполне себе возможно. И Александр Николаевич на учетку. У нас есть детская рубрика. Дети объясняют слова. Вы должны их угадать. Отлично. Это как сила воли. Это то, чтобы не есть, ну и полезную еду, там, и всякие напитки, которые могут быть воедны для организма. Это правильное питание, хорошая физическая форма и спорт. В России люди, вообще, я видел нечасто, что ведут такой образ жизни. Наверное, это здоровый образ жизни, да? Да, совершенно. Так называют мальчиков. Мальчиков, когда они не слушаются. Это игра. Берут несколько человек, становятся на корточки и голову коленем. И, получается, другой прыгает через другого. Нет, наверное, мы будем прыгать уже в третьем классе, потому что для второго класса это еще не предназначено. Его используют часто в деревнях разных, как сельское хозяйственное животное. Наверное, это гимнастический козел. Большая толстая веревка, которая как переплетается между собой. На которой люди могут ползти. Я люблю внизу него завязывать узелок и с дивана на нем прыгать и вот так вот, как будто бы ты летаешь. Это по чем могут люди забираться или спускаться. И испытания делать и спасать могут еще по нему. Канат? Да. В 11 классах какие нормативы сейчас дают? У нас мы только пришли с улицы. Была легкая атлетика. Бегали короткие дистанции, длинные дистанции. Прыгали в длину. Можем это провести здесь, в зале. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже устала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Домашнее задание на сегодня это забить два штрафных броска подряд. То есть у нас линия штрафного броска. О! И таких два подряд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваши ответы мы ждем в нашей группе ВВКонтакте. Выбор ТВ интересные новости. Увидимся в комментариях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова